В Алматы прибыл президент Казахстана Касым Жамарт Такаев. Подтверждаем, что президент прибыл в Алматы. Принимал участие в заседании оперативного штаба в Алматы. Также прошла встреча с родными и близкими погибших сотрудников полиции и военнослужащих. Выразил соболезнования и вручил награды, сообщил пресс-секретарь Берику Али. Напомним, глава государства сообщил, что мы могли потерять Алматы, потом столицу, а затем и всю страну. Называя вещи своими именами, против нашей страны была развязана террористическая война. Враг показал крайнюю жестокость и готовность пойти на любые шаги. Он сеял страх среди населения, чтобы подавить даже саму мысль о сопротивлении. Планы атаки на Казахстан включал в себя целый ряд различных аспектов – военный, политический, идеологический, дезинформационный и прочее. Над подготовкой захвата власти работали профессионалы. Коль скоро это была вооруженная агрессия со стороны международного терроризма против нашей страны. ТО «Казахстан» юридически обоснованно обратился к своим партнерам по договору о коллективной безопасности с просьбой направить миротворческий контингент, сказал Такаев на заседании Мажелиса 11 января. Напомним, 5 января президент Касым Жамарт Такаев подписал указ об отставке правительства, а также указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы. 2 января десятки жителей Женаозина записали видеообращение к Акиму Мангистайской области Нурлану Нагаеву и Акиму Женаозину Аксату и Багарову. По словам женаозенцев, с 1 января цена на голубое топливо резко выросла, до 120 тенге. Ни Аким области Нагаев, который, к слову, ранее занимал должность министра энергетики, ни глава Женаозина к митингующим не вышли. Президент Касым Жамарт Такаев дал поручение правительству срочно рассмотреть ситуацию в Женаозене с учетом экономической целесообразности в правовом поле. Демонстранты не должны нарушать общественный порядок, написал он в Твиттер.